Дагестан Дагестан Как сообщает Ростехнадзор, на данный момент ведомствам даны поручения и рекомендации о соблюдении требований безопасности на АЗС. Материалы о выявленных нарушениях уже направлены прокурорам муниципалитетов для принятия соответствующих мер. Напомним, что данные проверки были инициированы после взрыва заправки в Кумтар-Калинском районе в августе этого года, когда в результате масштабного ЧП погибли более 30 человек. Сергей Меликов посетил международную выставку «Форум Россия» на ВДНХ в Москве. Здесь прошло торжественное открытие Дня Дагестана, в связи с чем на территории выставочного комплекса развернулись стенды республики. Он стилизован под Дербенскую цитадель на рынке Ла и отражает успешные проекты нашего региона в экономике, дорожном строительстве, социальной сфере, образовании, туризме и спорте. Глава Дагестана пообщался с делегатами из других субъектов страны и представителями различных организаций, а также провел экскурсию по нашему павильону для телеканала «Россия-24». Напомним, что выставка «Форум Россия» стартовала в Москве еще 4 ноября. Участие в ней принимают все российские субъекты. В Москве завершился федеральный этап школы межэтнической журналистики. Трое финалистов из Дагестана принимали участие в проекте, среди них и корреспондент телеканала НТ Тамара Самедова. В течение недели участники погружались в основы освещения межнациональных вопросов и этнотематики, СМИ, общались с ведущими экспертами, получали опыты и знания. То есть для меня школа межэтнической журналистики – это больше опыт, приобретение новых навыков. И в данном случае я, поучаствовав в школе, поняла, что разрешение каких-то конфликтов межнациональных, в данном случае наш Дагестан, он же многонациональный народ, там очень много народов, и какие-то конфликты, не масштабные, конечно, но часто встречаются. И в данном случае нас научили, как решать проблемы и так далее. Нам сказали о том, что мы не будем спать, условно говоря, а журналист, что у него нет определенного графика. Ему позвонят, скажут, ну нужно выехать на место происшествия, условно говоря. Ты как, ну, условно говоря, как врачи, как полицейские и так далее, и так далее, ты должен выезжать на место событий, должен понимать, что у тебя ненормированный график. И в данном случае это даже не страшит, это наоборот тебя закалывает. Закончилось обучение торжественным вручением сертификата. Всего в проекте приняли участие более 400 молодых людей со всей России. Участниками федерального же блока стали 65 человек. Отметим, что всероссийский наставнический образовательный проект реализуют агентство по делам национальности и гильдия межэтнической журналистики. Это неделя очень интенсивных занятий с профессионалами, с людьми, которые действительно рулят национальной политикой в нашей стране. Это уникальная возможность задать им вопросы, пообщаться и из первых рук получить ответы на свои вопросы. Ну и много чему научиться. Министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов прокомментировал недавний инцидент с избиением 13-летней девочки в Махачкале двумя другими дагестанками с 16 и 17 лет. Своим мнением относительно произошедшего он поделился на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за текущие годы. Муслимов подчеркнул, что если искать виновных, то это родители, которые допустили подобное поведение своих детей. Именно отцы и матери должны заниматься воспитанием, а сады, школы, вузы и сузы помогать им в этом. По его словам, интерес к этому случаю был подогрет еще из-за того, что зачинщики драки были в хиджабе. Глава Минаца отметил, что ношение определенной одежды не всегда определяет внутренний мир человека. От того, что вот хиджаб, а видите, как мусульманки чем занимаются. Это тоже абсолютно неправильная вещь. Или там, допустим, обратная тоже. Марина Юрьевна Ежова, полномочия по правам ребенка, тоже об этом, в принципе, и говорила. И даже тот текст, который нашумел, вызвало такое, она как раз это и имела в виду, что сравнивая разные вещи, разное состояние, одежды, внешние признаки, это вовсе не означает внутреннее содержание человека. Новое оборудование для юных пациентов. По инициативе спикера Дагестанского парламента, реабилитационный центр надежда получил дефицитные аппараты. Заур Аскендеров накануне посетил организацию, осмотрел кабинеты, поговорил с врачами, пациентами и их родителями. Подробности в нашем сюжете. Вертикализатор для лечения детей с ДЦП и офтальмологическое оборудование. О необходимости приобрести их для центра работники говорили на предыдущей встрече со спикером парламента. Ждать долго не пришлось, аппараты уже установлены и активно применяются на практике. Помимо того, что мы получили аппараты по реабилитации зрения детей, нам нужны были и диагностические аппараты. Так как все дети, которые к нам поступают, они не всегда бывают обследованы с высокогорных районов, с сел. Родители некоторые даже не подозревают, что у детей есть изменения. Поэтому нам были необходимы аппараты для диагностики. В ходе визита Заура Скиндерова смотрел кабинеты, поговорил с врачами, пациентами и их родителями. Отметим, ежедневно в центре проходит реабилитацию до 70 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Приезжают они со всех городов и районов республики. Заура Северевич посетил наш центр. Нами были озвучены проблемы, с которыми мы сталкиваемся при проведении реабилитации. А именно, отсутствие должного современного оборудования. И хочу отметить, что уже в мае месяце мы запустили в использование новое, приобретенное Зауром Северевичем, реабилитационное оборудование. Это 10 реабилитационных костюмов реформа, предназначенных для реабилитации детей с двигательными нарушениями. И обучение специалистов на базе образовательных академий СМАРТ. Далее на базе центра прошло выездное заседание, на котором обсуждались имеющиеся проблемы. И первоочередными остаются вопросы оснащения реабилитационных центров современным оборудованием, ремонт зданий, обучение и повышение квалификации специалистов. Президент страны Владимир Владимирович Путин уделяет серьезное внимание проблемам инвалидов. Он не раз подчеркнул, что отношение к людям с особенностями здоровья – это показатель зрелости общества. К сожалению, приходится констатировать, что у людей с ограниченными возможностями здоровья возникают отдельные сложности. Очень важно создать условия для того, чтобы дагестанцы с проблемами здоровья могли вести активный образ жизни и быть полноценными гражданами нашей страны. Решение данных проблем требует общих усилий, поэтому повышенные власти всех уровней должны уделять этому вопросу особого внимания. В регионе функционируют 13 специализированных центров. К сожалению, не все они оснащены необходимым оборудованием, из-за чего детей часто приходится вывозить за пределы республики для проведения полноценного лечения. На эти решения этой проблемой обязались участники заседания. Владимир Ханапов, Радбек Барзов, новости ННТ, Махачкала. Богослов Идрис Асадулаев встретился с директором спортивных школ Махачкалы. На встрече также присутствовал заместитель министра по физической культуре и спорту Гайдарбека Гайдарбеков. Религиозный деятель говорил о важности духовно-нравственного воспитания спортсменов. Богослов отметил, что в современном обществе молодой человек сталкивается с различными пагубными явлениями, отгородиться от которых можно в том числе соблюдая религию. Сейчас, например, утренний намаз бывает 5.30. К 6 часам, если добраться до мечети, они совершают коллективный утренний намаз. Во-первых, у них будет барракад, жизнь тоже, в спорте тоже. Они защищены будут от всех плохих мест. Мне такие вещи рассказывали, что наши некоторые спортсмены творят после этих веществ. Это просто ужас. Спортсмены, которые действующие, тренирующиеся, спортсмены, которые даже выступают спортсменами. С медицинской точки зрения, вы лучше меня знаете, для спортсмена никакие БЦА, никакие капельницы не заменяют сон. Идриса Садулаев призывала директоров содействовать в привлечении спортсменов в выходные дни к коллективным намазам в центральной мечети. Присутствовавшие на встрече руководители спортивных школ поддержали инициативу Богослова. Автомобиль за знание основы слама. Совет имам Автобусаранского района запускает всероссийский конкурс по книге благонравий праведников среди представителей своей народности. Конкурс в форме тестов и письменных заданий будет проходить в три этапа. 14 апреля пройдет первый по месту проживания участников. Второй планируется на 21 апреля в городах и районных центрах страны. Ну и, наконец, финал состоится 28 апреля в Махачкале. Победитель конкурса получит автомобиль. Другим призерам также будут вручены ценные награды. Подробности можно узнать по номеру, который вы видите на своих экранах. Это были все новости этого выпуска. С вами была Патиман Ханапова. Смотрите нас также в соцсетях. И до скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok